Сегодня в широкий прокат выходит фильм «Азор». Это первая в истории Мордовии полнометражная художественная картина на эрзианском языке. Работу авторы начали еще в 2015-м, деньги на съемки собирали всем миром, а потому фильм получился по-настоящему народным. Татьяна Супрядкина оценила работу финно-угорских кинематографистов. «Азор», что означает «хозяин». История становления Мордовии, борьба за идеалы. Каждый кадр уносит зрителя в далекие прошлые столетия. И даже музыка в фильме напоминает мордовские народные мотивы. Я сама по национальности эрзианка, и фильм мне интересен в первую очередь, потому что там непосредственное участие принял мой папа. И поэтому я очень жду премьеры этого фильма, и она интересна даже в том случае, когда это первый фильм, снятый на мордовском языке. Это в принципе сенсация. Все актеры, снявшиеся в фильме, носители эрзианского языка. Свободно владеют и общаются на нем, хотя сам язык в списке тех, что находятся под угрозой исчезновения. Сегодня в России насчитывается всего 36 тысяч человек, которые говорят на эрзианском. С детства он всегда любил свой край. Все время на рыбалку, на природу. Все время трудился. И в поле, и все. Все хозяйство. Актеры признаются, работа получилась сложной, но очень интересной. Три года съемок, тысячи дублей, сотни костюмов, множество декораций. Но результат порадовал всех. Мы не знали вот так вот на 100% как это делается. Потому что у нас не было никаких там ассистентов, специально обученных людей. То есть, хорошо, я актер с профессиональным образованием. Режиссер Виктор Чичайкин, он тоже у него есть актерское образование и понимание этого процесса. И вот где-то откуда-то что-то услышали, где-то подсмотрели. То есть, мы рождали все это. И вот это, наверное, было самым сложным. Не вхождение в образ, не выучить текст каких-то диалогов, монологов. А вот именно сам съемочный процесс. Азор уже успел покорить местных жителей. Причем зрители сами выбирают, на каком языке лучше посмотреть фильм. На русском или ирзянском. Лента вышла и на международный уровень. Ее готовят к показу в Финляндии и Эстонии.